Многие годы подобные элементы в исполнении артистов были украшением любой цирковой программы. Но все меняется, и вот уже в этих упражнениях можно соревноваться и добиваться успеха, как в любом другом виде спорта. На выходных универсальный спорткомплекс Подмосковья принял финал 4-го общероссийского чемпионата по воздушной атлетике 2019. Этот вид спорта пока еще не признан в России. Мы его развиваем с 2016 года. Он возник на основе дисциплин, в первую очередь цирковых. Но в отличие от цирка, у нас есть определенные требования к выполнению элементов, определенные требования к сложности программы, которые оцениваются судейской коллегией. В воздушной атлетике три дисциплины. Но если воздушные полотна и воздушное кольцо пришли из цирка, то спорт на пилоне имеет эстрадно-танцевальные корни. Мы его сделали очень спортивно. У нас нет дополнительных запрещенных аксессуаров, которые вызываются на согласии по зрителям. У нас очень много детей. Очень жесткие требования к внешнему виду, очень жесткие требования к элементам, очень жесткие требования к пожарным выступлениям. То есть спортивные и художественные династики. Соревнования в Щелкове проходили два дня, и в них приняли участие около 400 спортсменов из 39 регионов России. Щелковские в финал не пробились, но занятия по воздушной атлетике у нас тоже проводятся. Турнир стал официальным этапом международного чемпионата. Международная федерация была создана в прошлом году по инициативе России, и кроме нашей страны в нее вошли Украина, Эстония, Казахстан и Латвия. Позже присоединились Польша и Чехия. Но главная задача сейчас – получить официальное признание на территории Российской Федерации. Документы в Министерство спорта уже поданы. Об этом говорили на церемонии открытия. Мы могли представить, что именно эта грация, эта красота будет спортом. И она обязательно им будет. И, конечно же, ваше упорство точно сделает все, чтобы весь спорт этот стал не только официальным, но и стал анимпийским спортом. Воздушная атлетика пока еще не официальный вид спорта, но это не мешает ей год от года набирать популярность. Среди тех, кто выбирает занятия на пилоне, кольце или полотнах, 99% – конечно, девочки. 99% – но не 100%. Александру Никитину из Магнитогорска 35 лет. И заниматься воздушной атлетикой он начал только в январе этого года. Говорит, что и раньше увлекался акробатикой, а тренер посоветовал освоить что-то новое. Вот и освоил спорт на пилоне, да так, что стал финалистом турнира Уральского федерального округа. Личные мои мотивы – это для того, чтобы детям подавать пример здорового образа жизни, чтобы заниматься спортом, без разницы в какое время и в каком возрасте можно это начинать. А в будущем я хочу заниматься среди сходениями. Для того, чтобы все это знать, сначала все это прочувствовать самому. Я объясняю, что это новый спорт, который очень хорошо и быстро развивается. И скоро он будет очень популярен. И даже, может быть, и друзья будут втягиваться, опять же, на моем личном примере. Александр – не единственный представитель сильной половины человечества на соревнованиях в Щелкове. Всего их шесть. И действительно, чем в воздушной атлетика хуже фигурного катания или даже синхронного плавания, куда теперь тоже пришли мужчины. В воздушной атлетике также оценивается техника и артистизм. Присутствуют обязательные технические элементы, штрафные баллы. Победители финального всероссийского турнира войдут в состав национальной сборной и будут представлять Россию на ежегодном международном чемпионате в ноябре в Латвии. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.